Добрый день, уважаемые телезрители, в студии передачи «Грань закона» и я ведет журналист Петр Люкинсон и со мной в студии адвокат Галина Ронкина. Добрый день, Галя. Добрый день. Галя, у нас была неделя, в общем-то, очень богатая на сексуальные преступления. В принципе, к сожалению, в Израиле трудно найти неделю, которая была бы бедной на эти преступления. Но эта неделя особенно арестован 19-летний юноша, который в течение многих лет насиловал свою сестру, вынесен приговор по отделу отца, который устроил настоящий сексуальный террор в доме и насиловал в течение многих лет пятерых детей и так далее, и так далее, изнасилование на военном, в морской базе. Но, тем не менее, я бы хотел остановиться на одном деле, который рассматривал телевизорский окружной суд, который меня поразил просто, речь идет о 24-летнем жителе Восточного Иерусалима, который обвинялся в изнасиловании 11-летней девочки и получил всего 11 месяцев от тюрьмы. То есть, ну, неоправданно, мягкий приговор для такого преступления, но больше всего меня напугали материалы этого дела. То есть, я, конечно, ожидал, что он скажет, что девочка сама виновата, что она его соблазнила и так далее, это было ожидаемо, предсказуемо. Но вот реакция Сузи и реакция, как бы, даже прокуратура, она меня поразила. Вдруг Сузи начали говорить, что да, у девочки были какие-то отношения с этим человеком, и эти отношения как бы легитимизируют или, во всяком случае, смягчают тяжесть нанесенными преступлениями. Что за отношения? Какие отношения? Да, он в течение нескольких недель приручал эту девочку. И, условно, потом он заманил ее в машину, видимо, за деньги он предложил ей раздеться, и она разделась, он ее изнасил первый раз, потом он ее повез в гостинице, изнасил второй раз. Но речь идет о ребенке, который не различает между добром и злом. Вот как нам относиться к этому приговору? Не создается ли он опасный прецедент? То есть, я еще раз, я хочу остановиться на еще одном аспекте этого дела, который вроде бы обусловил столь мягкий приговор. Это то, что родители девочки категорически отказались, чтобы она отдавала показания в Сузе. И тем не менее, приговор действительно беспрецедентный. Приговор действительно по своей легкости, по легкости наказания, он действительно беспрецедентный. Я не видела решения суда, я не знаю, было ли это единственным основанием, те факты, которые вы упомянули. Но нужно помнить, что, в принципе, закон позволяет возможность признания вины человека, несмотря на то, что ребенок не дает показания в Суде. То есть, есть такие случаи, когда ребенок дает показания у следователя детского, детский следователь идет в Суд и дает показания вместо ребенка, но тогда, для того, чтобы признать человека виновным, нужно, чтобы были еще какие-то дополнительные веские улики отдельные против обвиняемого, например, его ложь или какие-то противоречия, или его молчание. В данном случае, видимо, не было никаких таких веских дополнительных улик. То, что девочка не сопротивлялась, как они говорят, что, в принципе, все было на добровольной основе, и это может считаться какой-то себе смягчающим обстоятельством, когда речь идет о ребенке? Это, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, это смягчающее обстоятельство в плане определения преступления и его тяжести. Но это не смягчающее обстоятельство для наказания. Вы знаете, я много говорил с криминалистами, и они все подчеркивают, что главное, в принципе, не тяжесть наказания, а не отвратимость этого наказания. Это действительно так? Так считают юристы? Смотри, видимо, те юристы, которые представляют определенную сторону. Потому что в некоторых случаях дело не только в наказании и в том, что правильно, а что нет. В некоторых случаях просто, если не дать такое наказание, то суда просто не будет, в конце концов, возможности вообще признать человека виновным. Иногда приходится делать какие-то такие шаги, которые... Там была судебная сделка, я вам напомню. Я говорю как раз именно о судебных сделках. Иногда просто прокуратура решает, что если вести это дело до конца, у нее не хватит достаточно улик для того, чтобы вообще признать этого человека виновным. А тут человек согласен признать... Вы знаете, у меня лично складывается такое впечатление, что наша прокуратура в последнее время заключается слишком много до судебных сделок, просто потому что она не хочет работать. Я перехожу к следующей теме, давайте оставим этот вопрос открытым. Пусть те, кто там смотрит, оставят свое мнение на строке, бегущей под нашей передачей, и мы обязательно постараемся им ответить на это. Второе дело, которое меня тоже очень смутило, это дело о так называемом интернет-казино. Я, честно говоря, не понимаю, в чем тут состав преступления. Люди создали интернет-казино. Кто хочет играть, кто не хочет не играть. Все было законно. Вы пишете в интернет-казино, что вы хотите играть, к вам приезжает агент, выручает вам секретный код. Раз в неделю он приезжает, чтобы взять и берет у вас определенную сумму, на которую вы можете играть. Если вы как бы проигрываете эту сумму, то проигрываете, через неделю вы можете снова передать этому агенту деньги. Если вы выиграли крупную сумму, вам всегда выручался выигрыш. В чем проблема? Нам говорят друг, что взяли организованную преступную группировку. В чем проблема? Люди делали законный бизнес. Хорошо его организовать, 30 человек, между прочим, была арестована. И это еще не все работники этого казино. То есть там были курьеры, там были те, кто ввел этот сайт. Но я не вижу состава преступления. Дело в том, что азартные игры в Израиле незаконные. Вообще никакие азартные игры в Израиле не являются законными. Азартная игра определяется как игра, в которой вы не используете свои умственные возможности. То есть это игра на удачу. На данный момент это практически все игры, включая покер, насчет которого есть, кстати, споры насчет того, что является ли это интеллектуальной игрой или азартной. Если в игре существует такой аспект, как получение приза и денег, или чего-то похожего на денег, это уже считается азартной игрой. Я возражу. Во-первых, в этом интернет-казино была тривия. То есть игра, требующая умственных усилий. Только умственных усилий. Игру тот, кто отвечает правильные вопросы. И скажите мне, если тривия, а это азартная игра, то вот все эти игры, что где, не что где, когда, как заработать миллион, которые мы видели на середине и так далее, это не подпадает под категорию азартных игр? Они совершенно свободно у нас транслируют специализм. Смотрите, зависит от того, что это было за интернет-игра, потому что есть такие интернет-игры, как вы понимаете, на которые вы можете думать, что вы отвечаете правильно, но там зафиксировано так, что вы будете, в конце концов, проигрывать этому казино. Неважно, насколько правильных вопросов, насколько вопросов вы ответите правильно. Поэтому, может быть, в этом заключается именно тот фактор казино в этом бизнесе. А казино на данный момент в Израиле является незаконимым. То есть вы предполагаете, что это был лохотрон? Я лично так не думаю, я, честно говоря, так не думаю. И я думаю, что вопрос о том, нужно ли легитимизировать азартные игры, которые, кстати, запрещены в Израиле и запрещены еврейские традиции, но не запрещена, Тривия не запрещена еврейская традиция. Наш царь Соломон, кстати, очень хорошо играл в загадки с царем Хирамом, то выиграл, то проиграл, в итоге проиграл 20 галерейских городов. Правда, он отдал бросовые совершенно города, так что Хирам на него обиделся и сказал, что же ты, брат, дал за города мне, как бы. То есть у нас как бы не запрещено играть в азартные игры, но действительно должны быть игры интеллектуальные. Я снова повторяю, все телезрители, которые нас смотрят, могут оставлять свои комментарии, думать о том, насколько, так сказать, был законным арест этих организаторов этого газета интернета. Естественно, до того момента, как они не начинали силой взимать деньги с должников, потому что там тоже такое было. И вот тут я совершенно согласен с полицией, надо было их остановить. Вы, кстати, мне рассказали очередной инцидент, курьез даже, можно сказать, который произошел с этими людьми и с начальником Шабаса. С начальником Шабаса, да. Одновременно с ними попал под суд действительно начальник Шабаса. Не начальник Шабаса, просто высокопоставленный чиновник, который просто обеспечивал им за деньги, так сказать, очень хорошие условия отсетки в камере. То есть, они сидели в условиях делюкс, им принесли игровую приставку. То есть, они продолжали играть там. Не, ну они продолжали играть другие игры, но телевизор, да. Телевизор, игровая приставка, у них все это в камере было. И вот человек, который хотел сделать хорошее, правда, не бескорыстно, и он сейчас тоже сидит вместе с ними, и уже без телевизора, и без игровой приставки. Мы переходим к следующей нашей теме, тоже к преступлению, которое меня действительно потрясло. Это преступление, которое произошло в Петартикве, когда 60-летняя женщина, наша с вами дважды соотечественница, ограбила свою 86-летнюю соседку. И вот посмотрите, ограбление пожилых людей, когда грабят пожилых людей, это всегда очень тяжелое дело. Но тут она, как бы, эта соседка, насколько я понял из материала дела, ей дарила, я не знаю, или одалживала свои драгоценности время от времени. И вот настал момент, когда она решила, что эти драгоценности надо взять силой. И пришла к этой женщине, напала на нее, приставила к ее горлу японский нож, японский нож, начала силой срывать сережки. И когда пожилая женщина в сушке вырвалась и попыталась убежать, она приставила на нее кипятком. Что грозит этой женщине, во-первых, и что грозит человек, который совершил все эти преступления? Ведь это не одно преступление, правильно? Ну, это не одно преступление, конечно. Это целый букет, я думаю. Получается целый букет преступлений, часть которых спланированная, часть которых не спланированная. Я думаю, что первая часть будет достаточно легко доказать в суде, что ограбление было спланированным, что она пришла туда с намерением, уже с ножом, чтобы угрожать ей и чтобы забрать у нее украшения. А вот на счет ожога и нападения такого очень насильственного. Тут могут быть сомнения, потому что, с одной стороны, действительно, это что-то, что произошло в момент преступления уже самого, когда она, видимо, уже была в состоянии аффекта и хотела уже как-то себя обезопасить. С другой стороны, опять же, тот факт, что она пришла в квартиру с ножом, также может указывать на то, что она была готова воспользоваться этим ножом и даже, может быть, причинить ей вред ее здоровью. Я говорю, вот как пожилому человеку защититься от этого? Я, кстати, хочу сказать, что очень много преступлений совершалось следующим образом. Воры просто вырубали свет на лестничной площадке, пожилой человек, видя, что у него погас свет, думал, что выбило пробки, выходил на лестничную площадку, и там, то есть, сам открывал дверь грабителям. Поэтому надо обязательно смотреть в глазок, если погас свет, прежде чем выходить на лестничную площадку. Но в данном случае, как эта женщина могла себя защитить? Ну, в данном случае, так как речь идет о человеке... Если не могла, это будет учтено судом? Я думаю, что тут будет учтено судом, будет учтен тот факт, что речь шла о женщине, которая уже воспользовалась доверием, которое было по отношению к ней, и таким образом она лишила, в принципе, даже возможности эту пожилую старушку защитить себя и как пристарти. Конечно, это отягощает. Потому что она, в общем, использовала беспомощность старика и его доверие. И мы переходим к совершенно, так сказать, рассмотрению чисто юридических вопросов. Дело Голлингент. И у меня к вам вопрос как адвокатура. Как вы знаете, прокуратура попросила, чтобы суд рассматривал дело в расширенном составе. То есть, тремя судьями, потому что дело очень громкое, дело сложное. Но судья Дорит Берлингент, председатель телевизорского окружного суда, решила, что дело будет расплатываться в обычном порядке одним судьей. В чем разница? Чем была обусловлена эта просьба прокуратуры? Я думаю, что, может быть, на каком-то этапе, просто моя спекуляция, может быть, на каком-то этапе им показалась, что судья Берлингент не совсем на их стороне на данный момент. И если расширить каким-то образом состав судей, это поможет следствию. Я не знаю, опять же, это спекуляция, то есть суду, да. Но, в принципе, разница на данном этапе не должно быть никакой. То есть, есть определенные случаи, в которых суд рассматривает дело в расширенном составе. Этот случай не входит в эту категорию. Почему? Речь идет о многомиллионных взятках, сотнях миллионов, по большому счету. Ну, в таком случае дело было бы направлено на расширенный состав судей с самого начала. Переводить сейчас в расширенный состав судей, это придавать, может быть, этому делу тоже какое-то еще более завышенное общественное значение, чем у него сейчас есть. Это может рассматриваться со стороны, и со стороны адвокатов, также дать им возможность рассмотреть это как какое-то ущемление прав обвиняемых. Государство затрачивает на это дело колоссальные средства. Ну, мы все знаем, что государственные свидетели будут платить ежемесячное пособие. То есть, его государство будет обеспечить. Государство простило ему миллионные долги налоговому управлению. Государство защищает его, он должен заплатить еще миллионные долги, петухлевыми, серым банкингами и так далее. Но государство защищает его и говорит, еще не время, ничего спокойного, он вам заплатит потом. Насколько, то есть, этот процесс обходится государству тоже в миллионы. Стоит он таких денег? Мы посмотрим, стоит он таких денег или нет. Вопрос, я поставлю по-другому. Государство сможет вернуть себе часть этих людей, каким-то образом? Смотрите, если действительно все обвиняемые будут признаны виновными, то я так понимаю, что большинство имущества их будет конфисковано. Таким образом, государство сможет покрыть какую-то часть. Я не знаю, сколько так будет потрачено. А без Раиля есть такая стратега в ситуации? Конечно, есть. Это предусматривается. Конечно. Главным образом в преступлениях, связанных с налогами и так далее. Нет, но тогда, я думаю, у государства действительно есть шанс отбить свои деньги. Потому что украдена там по самым минимальным оценкам не меньше 200 миллионов. В ходе, так сказать, все это дело было давно взяток именно на такую сумму. А мы с вами прощаемся, оставляйте свои комментарии под нашим передачей. Мы с радостью вам ответим, и все они будут прочитаны и услышаны. До свидания, господа. Хорошего вам дня. И самое главное, не становитесь ни жертвой преступлений, ни соучастником само собой, ни преступником, потому что преступником в Израиле быть на самом деле не так уж выгодно, как кажется иногда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok